Наконец вот оно свершилось, Занкийская Федерация полностью свободна от аков буржуев и капиталистов. Дивный новый мир, в котором социализм и гармония бережно дополняют друг друга, открывая новые возможности для светлого будущего всей страны. И всё же всё это по-прежнему напоминает мне больше анархокоммунизм, децентрализация, ослабление регулирования и прочие радости жизни не совсем вписываются в базовую модель социализма. Но ведь у руля нашего государства стоит мудрая зебра, годами просиживающая в лесах. Что же может пойти не так? Или он привнесёт в эту модель нечто свежее, новое и неординарное? Пока что мы серьёзно так просаживаемся по количеству и самое главное качеству авиации, поэтому исследование тяжёлых пулемётов кажется Зерутиду хорошей идеей. Хотел бы я сказать, что палкой-копалкой войну не выиграть, но видимо Зер доказал нам обратное. Но на этом его удача вполне может иссякнуть. Нам нужны хорошие, качественные, что самое главное регулярные формирования, способные нести службу повсеместно. И для зенкийской освободительной армии будут выделены все необходимые ресурсы, после того, как мы немного преобразим нашу экономическую модель. Раскулачивание, ой, то есть простите, освоение нетронутых богатств Карамейна, позволит неплохо так укрепить наш сырьевой сектор экономики. Вот и, собственно, новые решения, которые позволят нам построить тот самый социализм будущего. Но сперва посмотрим, что нам может предложить городской и сельскохозяйственные центры, после чего будем принимать решения о соответствующих преобразованиях. Вот теперь другое дело. Механизация сельского хозяйства позволит нам расширить наши инфраструктурные возможности и поставить под ружьё ещё больше сынов революции. А с ними, как известно, в последнее время наблюдается острый дефицит. Кальтфоген и Зура – это древние промышленные центры, и именно здесь мы, скорее всего, будем развивать наше фабричное производство и в будущем налаживать выпуск наступательных систем вооружения. С Зуром всё понятно, здесь, в общем-то, неплохо, две инфраструктуры и 40 тысяч пони ресурсов, а вот для того, чтобы оживить зону кальтфогенской метрополии, нам сначала нужно поработать над нашим научно-техническим прогрессом. А значит, у нас появляется свободная минутка на реформирование государственной модели и вооружённых сил. Не, ну а паразиты-схироптеры совсем оборзели, начиная трейд за нашими славными скакунами. Наши вооружённые силы, конечно же, не до конца укомплектованы, но и враг будет наступать через реку, поэтому у нас будет какое-то маломальски серьёзное преимущество. Правда, судя по всему, он бросает бой регулярной дивизии спецназа, а вот это уже проблема. В любом случае, жизнь на маленьком приграничном конфликте не заканчивается. Мы продолжаем реализовать программы экономического преобразования. И, пожалуй, на наших действиях я остановлюсь немного подробнее. Как вы видите, некоторые фокусы позволяют внедрить модель одной из фракций. Соответственно, в прошлом прохождении в нами было принято решение по военной ветке идти в сторону социалистов, а по экономике в сторону гармонии. Для этого нам постоянно придётся балансировать на грани между фракциями. Суть в том, что если мы улучшим одну модель больше трёх раз в сторону одной из фракций, эта модель станет кристаллизованной. Соответственно, мы получим бафы от преобладающей фракции и дебафы от фракции, которые с нами не согласны. Но если очень долго мучиться, постичь искусство от зена, то от дебафов можно будет избавиться, но это повлияет лишь на то, что у нас будут более сильные национальные идеи. Мы пришли к власти на принципах гласности, именно поэтому позволим нашим гражданам влиять на судьбу Отечества. Для нас это означает лишь то, что путём политических манипуляций мы сможем увеличивать поддержку одной из фракций. На данный момент, конечно же, было бы неплохо перекатиться в социализм и заняться реформами армии, хотя бы немного. Мало ли вдруг Хераптера не ограничится приграничным конфликтом. Хотя, как показывает практика, мы легко смогли бы отразить её атаки, просто укрепив оборону по реке. Как и любой политически активной зебре, Зейрутиду предстояло сделать свой выбор. Он понимал, что многие не оценят его стараний, но дух бунтаря и революционера всё ещё жил в нём. К тому же наш мудрый правитель по-прежнему пытается играть в баланс. Собственно, вот так выглядит модель взаимодействия с фракциями и, как видите, у нас остались лишь эволюционеры и ортодоксы. Но и этого будет достаточно для того, чтобы дать нам прикурить. Собственно, теперь мы с вами становимся перед выбором. Либо кристаллизировать фракцию, отказавшись от небольших бонусов, что позволит нам более свободно распределять политическую власть на различные экономические проекты. Либо забить копыта на экономику и производство, но на пустой желудок, как известно, ни одна зебра не повоюет. К тому же дивные лозунги пролетариата по типу «Продай жену, купи винтовку» действуют только до окончания революции. Теперь же государство должно спонсировать все сферы жизнедеятельности её многоденционального народа. В противном случае, чем мы хуже старых узурпаторов и тех узурпаторов, что были до них. Вообще, если так разобраться, мы достигли уже действительно многого, получили полноценную очередь строительства и не собираемся останавливаться на достигнутом. Долгое время нашим зебрам вбивали идеи о том, что для того, чтобы достичь процветания, нужно просто немного подождать, перезимовать, перелитовать и повторить нужное количество раз. Но наше новое правительство – это люди действия, а не слов. Новому государству нужна новая конституция для того, чтобы закрепить предреволюционные обещания на бумаге. Именно поэтому, аккумулировав всю политическую власть в своих цепких копытах, Зейр начинает модернизировать инфраструктуру государства. На этот раз очередь дошла и до колыбели революции. Мы продолжаем улучшать наши восточные рубежи. Эх, война воистину, она никогда не меняется. Наши люди устали умирать в лужах крови и навоза. Не столь благородная смерть, как об этом пишут в учебниках и художественной литературы. Однако это просто необходимо для нашего выживания. Мы не можем позволить себе понизить призыв в ряды вооруженных сил, ведь даже наша регулярная армия до сих пор недоукомплектована. Что-то наши дрожайшие эволюционеры, пожалуй, зашли слишком далеко в плане политического влияния, и стоит как можно быстрее поумерить их пыл. Благо, есть основания предполагать, что в ближайшее время мы сможем кристаллизировать модель вооруженных сил в сторону эволюционеров, но и на самом деле по поводу политвласти я, наверное, зря переживал, но коль уж пошли по этому пути, то будем следовать его до конца. Министерство военных технологий позволит снять часть обязательств наших чиновников. Развитием нашей армии займутся профессионалы своего дела. Эволюционеры, прошедшие мясорубку гражданской войны, знают, что нужно нашим солдатам. Самое время подарить земли крестьянам, но для этого нужно подготовить почву законодательных норм. В свою очередь нам предлагают начать технологическую шоковую терапию, что в теории должно увеличить наши производственные возможности и покрыть большую часть нужд нашей армии. Пожалуй, пара танков не стоит всеобъемлющего голода даже в одной из наших провинций. Да и наш военно-промышленный комплекс на данный момент получает достаточное финансирование. Было бы неплохо усилить наш сектор кораблестроения, однако пока что это также не представляется возможным ввиду отсутствия людских ресурсов. Поэтому вкладываться в строительство верфей на данный момент дело гиблое, чего не скажешь о великих золотых берегах Заники. Туризм лишь зарождается в этом дивном новом мире, однако ЗР может стать первооткрывателем в этом деле. Быть может, наши действия даже принесут профицит в экономический сектор молодого государства. Шли месяцы, экономика государства крепчала, а в вооруженных силах появлялись новые хорошо укомплектованные подразделения. ЗР на законодательном уровне запретил такую грязь, как займы. Общая правовая база была унифицирована, и мы уже были практически готовы начать вести активную внешнюю политику. Оставалось лишь нанести на этот холст с лицом социализма несколько завершающих мазков революции. Ох уж эта банковская система, один из оттенков капитала, без которых не находит жизнь ни одно маломальски способное государство. Да, система продолжит работать, но будет целиком и полностью контролироваться государством. Ни один буржуй не будет допущен к нецелевому расходованию бюджетных средств. Итак, нам удалось кристаллизовать все сферы жизнедеятельности общества. В мире наступает новый рассвет, нация, в которой все могут быть равными. Наши граждане свободны атаков бедности и угнетения. Ни один империалист не пройдет под бдительным взором штыков революции. Альянс Лиги Освобождения только набирает силу, но то ли еще будет. Тут, кстати, грифоны так быстро отпинали Херафтеру, что я и глазом моргнуть не успел. Однако у наших соседей есть то, что принадлежит нам по праву. Часть земель Ламбета и Квагатаев должны принадлежать нам. Мы попытаемся одержать эту победу пером, однако и от доброй войны мы не откажемся. Что касается Ламбета, мы можем потребовать у них возвращения к Коральпаке. А вот с Квагатаем нужно держать ухо востро. Или уже не стоит, ведь мы вовсю готовы начать вторжение. Под крепления добровольцев отправляются даже с самых далеких речных земель. Наконец нам удалось наладить контакты с цивилизованным миром. И, как оказалось, есть даже ряд стран, которые открыто симпатизируют нам. Как бы то ни было, в ближайшее время дни Квагатая будут сочтены. Их войны были больше нацелены на налёты, нежели на какую-либо позиционную войну. Этим кочевникам не под силу справиться с регулярной армией в чистом поле. Сломленные и обескровленные они возвращаются домой на щите. А нам же нужно как можно быстрее оттяпать кусок территории у Ламбета. Государство явно не готово к длительным конфликтам. Они обречены на капитуляцию под натиском читал. Однако, предоставив нам определённые территориальные уступки, они могли бы получить самое главное – надежду. Тут так-то пакт против фестралов начал поднемногу образовываться. Пришла пора принести свободу всей северной зебрике. И мы были бы слишком глупы, если бы попросили у зебриканцев их согласия. Долгое время в гиппогрифии царствовала монархия. Однако сейчас с новым лидером у руля мы, пожалуй, могли бы найти какие-либо точки соприкосновения. Быть может, нам даже не придётся воевать с нашим северным соседом. Быть может, Зонки поведёт свои огромные армии на восток. Ламбет, кстати говоря, соглашается вернуть нам спорные территории, что в свою очередь и им на пользу сыграет, ведь линия фронта серьёзно так сократится. И под нашим контролем оказывается ещё несколько провинций. Самое интересное, что по умолчанию эти земли сразу же национальны. Конечно же, Ламбет обречён, но мы всё же можем направить добровольческий корпус для того, чтобы ослабить и обескровить читал. К тому же перед славным социалистическим государством открываются перспективы международного научно-технического сотрудничества. Как будто ни было, пришла пора немножечко так расширить нашу армию. 25 дивизий регулярной пехоты лишними явно не будут. Но дальше случилось то, чего никто никак уж не ожидал. Зэш Монажаж перевёл взгляд на дипломата. Не то, чтобы он не доверял ему, просто данная кипа бумаг была слишком важная для того, чтобы спустить ситуацию на самотёк. Пожалуй, то, как нестандартно смогли поступить монархисты на этот раз, удивило даже его. О, собственно, несколькими розчерками пера нам удалось перекроить континент до неузнаваемости. Альянс гиппогрифов и Квистриевский фронт отныне распался. А вот Лига Освобождения полнится десятком новых стран, большая часть из которых, разумеется, по-прежнему зависима от гиппогрифии. Но с этим мы, пожалуй, могли бы смириться. 17 октября Зебрика была более похожа на лоскутное одеяло. Мир вновь увидел такие страны, как Зумидия, Хироптера, Зарантия, Варзена и одно нелояльное нам государство на Юго-Западе. Вот он принцип моральной дипломатии в деле. Коммунизм и гармония готовы выступить против превосходства единым непробиваемым редутам. Ох, и все-таки слишком сильно мне это все напоминает о том, как в некой параллельной вселенной какие-то жалкие кровяные мешки сначала тоже работали в сообща против угрозы, а затем начали зачем-то холодную войну. А в любом случае, как бы мы не стремились спасти Ламбет, у нас, к сожалению, было слишком мало добровольческих дивизий. И в конце концов, ярлство читало-держало победу. Пока умные пролетарии решают, как поступить с Квагатаем, их представитель с тупым выражением лица продолжает есть йогурт. Наконец, на их землях воцарится мир и порядок. Квагатай станет нашей послушной марионеткой. Ой, то есть, простите, Квагатайская СССР, но вы понимаете, к чему я клоню. Самое время поднимать всех пролетариев на бой. На бой против остатков олигархов, угнетателей, банкиров и прочей нечисти всех мастей. Пролетарии Ламбета должны быть освобождены праведным огнём нашего гнева. Юноши бледные со взорами горящими готовы нести флаг революции во славу нового социалистического режима. Главное, не позволить этим землям коснуться света, демократии и гиппогрифов. А то, знаете, мы всё же планируем установить на этих землях свои законы и порядки. Что ж, судя по всему, жалость удалась, и нам удается без каких-либо серьёзных усилий продавливать вражеские оборонительные редуты. Нам удалось блеском завершить первую фазу наступления, однако со второй будет куда тяжелее. Наши группы армии разделены хребтом. Горный массив не позволит нам действовать так эффектно, как нам бы того хотелось. Одна из армий будет направлена в Ламбет, другая же будет сражаться с читалами по всей линии соприкосновения фронта. Ох, и как же хорошо, когда в таких сложных сражениях тебя поддерживают твои товарищи-грифоны. Нам практически полностью удалось декупировать Ламбет, в то же время армия гиппогрифов высадилась в самом сердце вражеской страны. Возможно, эти подразделения будут безвозвратно утрачены нашим союзникам, а возможно, это будет один из самых успешных отвлекающих маневров за всю историю Великой войны. Ламбет вновь выбрасывает белый флаг, оставив десятки вражеских дивизий на милость нашим социалистическим братьям. Большая часть войск противника решила сдаться, сложить оружие и выбросить белый флаг. И на то были веские причины, ведь читалы более не могли эффективно сопротивляться нашей экспансии. Военная машина-пролетария вбила буржуев по всей линии фронта. А благодаря умелой высадке наших товарищей, мы сможем сделать один из самых крупнейших котлов за эту войну. Все-таки он был не таким огромным, как нам бы того хотелось, но сокращение численности противника – это все еще лишь очередной шаг на пути к нашей победе. Самое время начинать марш копыт революции прямиком к вражеской столице. Отставить любой микроконтроль только вперед и только к победе. Зараза гиппогрифам удалось занять столицу раньше, чем нам, однако это уже ничего не изменит. Королевство Хиндия, а плот читал, более не существует. Теперь это земли занкийских пролетариев, и только нам решать их судьбу. Разумеется, мы будем милостивы и сформируем на новоприобретенных территориях социалистические республики. Хорошо, что нам хватило победных очков, и гиппогрифы не смогли получить эти земли. Удивительно, что весь социалистический блок сосредоточил свои силы на востоке. И все же теперь гиппогрифы мне чем-то напоминают Англию. Ну, собственно, посудите сами, они вроде бы как и на островах находятся, и огромным флотом владеют, и в то же время это по-прежнему оплот демократии, ну и, собственно, бывшее королевство как-никак. Разрабы, к сожалению, здесь немножечко не докрутили, и для того, чтобы открыть следующий фокус, нам тут придется немного повоевать. И, к сожалению, у нас нет соответствующего решения на экспансию, поэтому придется немножечко счетерить для того, чтобы объявить войну. Иначе мы с вами никогда не узнаем конца этой истории. Хотя у пролетариев и так, пожалуй, слишком много работы. Хех, вот мы и пришли. Это станция Янов, единственное безопасное место в округе. Нет, конечно же, это северная зебрика, и она наконец-то свободна. Обитающие здесь существа довольствуются демократией, а тираны повержены. Заникия процветает, а работа Зейра наконец-то окончена. Погодите, как я вообще сюда попал? Я же просто хотел, чтобы помещики не обирали честных фермеров. Наконец, горячо любимый пролетариями лидер может уйти на покой в своем маленьком коттедже. Ведь ему удалось построить то, чего никому не удавалось. Зейр кольтфогенно разжденный, разрушитель оков и цепей. Единственная оправдавшаяся надежда зебрики. Что будет после него, это тайна, покрытая мраком. Однако мы будем верить, верить и надеяться в то, что его преемник сможет завержить начатое. Силы превосходства на других континентах по-прежнему сильны. Когда-нибудь странам исправно отправлявших нам добровольцев потребуется наша помощь. И когда это время придет, Зейр будет готов. А пока ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Не забывайте промыть ламповый дискорд и вкладку сообщества. Если есть возможность, подписывайтесь на Бусти и Телеграм и смотрите новые видео одними из первых. Как всегда, всех обнял. До новых встреч. Пока, ребята.